МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граждане имеют право проголосовать за поправки в Конституцию досрочно, дистанционно и очно. До 21 июня можно получить открепительное удостоверение для голосования не по месту прописки. Также до этого дня принимают заявление на проведение электронного дистанционного голосования через портал Госуслуг. Дистанционное голосование – это пилотный проект Нижегородской области 11 регионов России, который получил возможность провести такой опыт. Для того, чтобы дистанционно проголосовать, следует на сайте Государственных услуг Российской Федерации подать до 14 июня соответствующую заявку. На мобильный телефон придет уникальный код СМС-подтверждение. Как только голосование начнется, можно будет при помощи этого кода зайти на сайт, выбрать нужный пункт в бюллетене и подтвердить его. Еще один вариант – очное голосование непосредственно 1 июля на избирательных участках. Будут соблюдаться максимальные меры предосторожности, санитарная обработка, средства защиты членов комиссии. Будет ограничено количество людей, которые могут прийти на участки за определенное количество времени. Для пенсионеров, пожилых людей, людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями, возможно, голосование дистанционное. Сам бюллетень для голосования можно найти в интернете. На вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации» предложено выбрать из двух вариантов – да или нет. С текстом самих поправок можно познакомиться на сайте «Конституция2020.рф». Подробнее о голосовании в Сарове по телефону 99067. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В этом году ЕГЭ начнется с тренировочных мероприятий. 29 и 30 июня педагоги будут проверять технику, тестировать цифровые и электронные системы, в том числе и видеонаблюдения. Детей к этим мероприятиям привлекать не будут. Основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля – это резервные дни. Кроме того, с 3 по 8 августа запланирован дополнительный период. Возможность для тех детей, у кого по основному периоду совпали предметы, или тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине в основной период. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, самый массовый экзамен по русскому языку будет проходить два дня. В этом году этот предмет сдают 12 700 детей. Всего экзамены будут сдавать более 13 300 школьников. Начиная с 22 июня совместно с органами Роспотребнадзора и Минздравом каждый день будет вестись карта контактов. Детей и педагогов, контактировавших с коронавирусными больными, к экзаменам не допустят. Для данных детей, ну организаторов, понятно, мы просто меняем на резерв, который у нас в принципе обеспечен в достаточном количестве. Для абитуриентов это возможность в дальнейшем сдать экзамен в резервные дни или в дополнительный период. Сама процедура сдачи единого государственного экзамена тоже будет иметь некоторые особенности. Увеличили количество аудиторий, в которых будут проходить экзамены. Это связано с соблюдением социальной дистанции в кабинетах. В пять раз больше станет в этом году онлайн-наблюдателей. Увеличат и количество организаторов ЕГЭ. Всего предполагается, что у нас в организаторах будет задействовано более 6 тысяч педагогов. Это примерно на 1100 человек больше, чем у нас идет обычно. Сергей Злобин попросил родителей обратить внимание на состояние здоровья их детей. Если ребенок плохо себя чувствует, не надо рисковать, так как есть возможность сдать ЕГЭ в дополнительный период. Пресс-конференция проходила в официальном паблике Министерства образования, науки, молодежной политики Нижегородской области ВКонтакте. Поэтому все желающие могли задать вопрос министру и получить подробный ответ. Елена Грязкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Юлия Баринова мечтает стать дизайнером одежды и даже создать свой бренд. Возможно, в будущих моделях найдут свое утражение неизменные атрибуты пандемии, которые стали помехой для полноценных торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы. С одной стороны, деваться как бы некуда. Таковая ситуация в стране и вообще в мире. Поэтому, ну, в принципе, можно с этим как-то смириться. Санитайзеры у ворот школы, маски, перчатки и отсутствие гостей, конечно, снизили градус торжественности. Но волнение у выпускников от этого не убавилось. На пороге взрослой жизни они испытывали смешанные чувства. Есть, конечно же, и радость, потому что мы уступаем в новую жизнь, у нас новый этап начинается. Ну и с другой стороны, немножко волнение перед какой-то неизвестностью, как это все получится дальше. Ну и грусть, конечно же. У ворот школы выпускникам повязывали ленточку, проверяли средства индивидуальной защиты. Потом старшеклассники, соблюдая социальную дистанцию, расписывались за получение аттестата, ставили подпись в график ЕГЭ. Для каждого из них была подготовлена индивидуальная ручка, которую они забирали с собой. Фотографии на память – еще один обязательный момент мероприятия. Но даже в фотозоне некоторые из них отказывались снимать маски. Вручение аттестатов продумано с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Вручение аттестатов у нас проходит по графику. Учащиеся распределены во времени. Они будут подходить через каждые пять минут. В заключительном этапе мероприятия стало вручение выпускникам фотоальбомов, где были собраны снимки их одноклассников и учителей. Готовились к выпускному давно, альбомы подготовили еще в зимнее время. И не оставить пожелания в альбоме – это как будто бы снова не было. Праздник прощания со школой приобрел во время пандемии новый оттенок грусти. Выпускники, которые 11 лет сидели за одной партой, вместе участвовали в различных школьных мероприятиях, дружили и поддерживали друг друга, по одному приходили за аттестатом и также поодиночке уходили. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Стихийные свалки в микрорайоне Балыково – уже привычная картина для местных жителей. С начала года они добиваются вывоза мусора с отдельных участков. Также с зимы саровчане требуют установки контейнеров от председателя садоводческого товарищества «Красная звезда» и администрации города. В начале зимы их просто убрали, эти контейнеры, и образовалась вот такая свалка. Значит, свалка – это непонятно совершенно, чья это свалка и кто ее должен убирать. То есть, чья зона ответственности. Города ли, потому что здесь поселок, и жители выносят мусор также сюда. То ли это садоводческое общество «Красная звезда», они должны вывозить. В общем, непонятно. Галина Ткачук регулярно проезжает мимо одной из таких свалок по адресу Дорожная, 37. По словам женщины, ситуацию усугубляет то, что мусор расположен вблизи продовольственного магазина, что недопустимо по санитарным нормам. Под палящим солнцем или от случайно брошенной сигареты отходы могут загореться, и тогда пожар затронет все ближайшие дома. Крысы бегают, мы их видим, эти крысы. Мы даже давим машинами, когда проезжаем. Кстати, что еще хочу сказать. Значит, вот свалка до таких размеров разрослась, что скоро здесь не может проехать уже, не сможет просто проехать большая машина. Это может быть и скорая помощь, и пожарная машина. Мы, соседи по даче, они обращались к председателю нашему, к Шестакову. Значит, нам обещают постоянно убрать этот мусор. Ну, извините меня, когда это будет? Председатель садоводческого товарищества Валентин Шестаков утверждает, что места сбора мусора в Красной Звезде изначально не были предусмотрены. Контейнеры, которые раньше стояли в Балыково, относились к городскому имуществу. После того, как их убрали, остров стали вопросы, куда выкидывать мусор и как его убирать. Администрации, как собственник этих земель, документов у нас на землю нет, не проезды. То есть они должны определить места сбора мусора. Когда будут определены места сбора мусора, тогда уже будет заключен договор с МСК МТ или с кем-то там на вывоз мусора. По информации от администрации города, в начале июля некая частная организация заключит контракт с региональным оператором. Свалка будет ликвидирована. В Балыкове снова установят контейнеры и вывоз мусора будет регулярным. Выполнят ли власти свои обещания? Скоро узнаем. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Петров пост – летний многодневный пост. Его соблюдают в честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. Продолжительность поста каждый год разная. Она зависит от даты празднования Пасхи и может составлять от 8 до 42 дней. В этом году он начнется 15 июня. Начало этого поста зависит от такой даты, как дата Пасхи. На 50-й день после Пасхи мы празднуем сошествие Святого Духа. А через неделю, по традиции, начинается Петровский или, как его называют, апостольский пост. Пост может длиться в зависимости от лунного календаря – от одной недели до полутора месяцев. Петров пост, в отличие от великого, не такой строгий. В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию и яйца. Основа постного стола составляет зелень. В этом посту разрешается вкушение рыбы, растительного масла, кроме дней, среды и пятницы. Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области открыты для богослужений почти все храмы. Храм царственных срастотерпцев тоже работает, но с некоторыми ограничениями. В его помещение нанесли разметку, которая поможет соблюдать социальную дистанцию. Поэтому пока храм вмещает не более 50 человек. На входе всем прихожанам выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Онлайн-платежи и переводы – это легко и удобно. Но при этом важно быть очень внимательным. Мошенники тоже освоили новые технологии. Эксперты напоминают, что сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщить им коды и пароли. Если Вам звонят и просят сказать пин-код, три цифры на обороте Вашей карты, CVC-код, либо сообщить секретный пароль из SMS-сообщения, положите трубку. Если Вам поступил звонок и говорят о том, что Ваша карта заблокирована, или по Вашему счету проведена подозрительная операция, прервите данный разговор. Чтобы выяснить все подробности финансовой операции, в банк нужно позвонить по телефону, который необходимо посмотреть на официальном сайте финансовой организации. Лучше не перезванивать на тот номер, с которого Вам поступил звонок, поскольку мошенники научились подделывать такие номера. Сотрудники Главного управления МВД по Нижегородской области и эксперты Центрального банка проанализировали, какие схемы активнее всего применяют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги. Результатом работы стал совместный просветительский проект по противодействию финансовому мошенничеству. Были подготовлены наглядные советы, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои сбережения. Полиция просит прислушаться к рекомендациям и довести их до старшего поколения своих семей, друзей и знакомых. Преступники делают ставку на невнимательность и доверчивость людей. Поэтому элементарные правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения. Если злоумышленникам все же удалось обмануть вас или ваших близких, обратитесь в правоохранительные органы. Елена Грискова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Вместо общежития на Зерново, 54, в скором времени появится социальный жилой дом. Снаружи здание не изменилось, внутри сделали масштабную перепланировку. Вместо нескольких комнат в блоке общежития здесь уже видны очертания будущих квартир. Всего их будет 30, 20 однокомнатных и 10 двухкомнатных. Демонтажные работы, связанные с перепланировкой, выполнены перепланировочные работы, устройства дополнительных, предусмотренных проектом, перегородок, которые составляют суть этой перепланировки помещений. Монтируются инженерные системы. Контракт на реконструкцию заключили в середине марта этого года, незадолго до начала эпидемии коронавируса в стране. Ограничительные меры и ужесточение правил въезда в Саров повлияли на ход строительных работ. Проблемы у подрядчика возникали как с оформлением разрешения на ведение работы, так, соответственно, и с доступом на объекты работников, которые привлечены из предела города. Сейчас работают, форсировано, пока оснований предполагать, что сроки будут сдвигаться, пока на данный момент нет. Осталось провести пусконаладочные работы и выполнить внутреннюю отделку. Уже на следующей неделе на объект выйдут маляры и штукатуры, чтобы начать приводить в порядок стены. На первом этаже в доме одну квартиру приспособят для инвалидов колясочника. Для него сделают специальный пандус и подъемное устройство. Внутренние работы должны завершить в августе, затем здания будут готовить к вводу в эксплуатацию. Въехать в свои новые квартиры очередники смогут к Новому году. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сбор грибов, или как его еще называют, тихая охота, привлекает саровчан возможностью прогуляться на свежем воздухе и впоследствии приготовить интересные блюда. Только когда и в каких местах лучше всего это делать, знают немногие. Таким неопытным грибникам, например, как я, с первого взгляда отличить съедобный гриб от несъедобного довольно трудно. Халатное отношение к их выбору часто приводит к отравлениям. Бывалые грибники советуют начинающим вооружиться книгами, в которых есть подробное описание видов с характеристиками и типичным местоположением. Хорошим помощником может послужить издание грибы Федора Федорова. В ней есть, что нужно знать грибнику о грибах, какие съедобные, условно съедобные, ядовитые. Есть охрана грибных ресурсов и разведения грибов. Сейчас же очень многие люди выращивают грибы. Это, в принципе, правильное решение, потому что мы же не всегда знаем, в лесу экологичная зона или нет. Выходить на тихую охоту лучше с утра, особенно после мелкого дождя. Нельзя собирать грибы во время длительного периода жаркой сухой погоды. В таких условиях в них скапливаются токсичные вещества. Не рекомендуется искать грибы в черте города, а также вблизи сельскохозяйственных полей. Для получения хорошего урожая там нередко применяют пестициды. Специалисты призывают не покупать грибы и заготовки из них у незнакомых людей или в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуют собирать грибы вдоль различных дорог, как автомобильных, так и железнодорожных. Потому что все, что попадает в окружающую среду при сгорании топлива, соответственно, попадает и в грибы. Это различные соли тяжелых металлов. И человек тоже может получить пищевое травление не микробной природы. Не рекомендует собирать грибы, которые выросли у заводов, у фабрик, нефтехранилищ, автозаправок. Класть грибы лучше в плетеные корзины, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть. Обрабатывать их необходимо в день сбора. При обработке грибов, прежде всего, вы их разбираете и стартируете. Разбираете грибы, каким образом выкладываете их в этот же день. И смотрите, если, не дай бог, вы по ошибке положили в корзину несъеданный гриб, его тоже нужно выбросить. Безжалостно выкидываете в мусорное ведро. Грибы червивые, мятые, переросшие грибы – все это выкидывается в ведро. Распределите грибы по группам. Каждый вид требует индивидуальной обработки. После сортировки их нужно почистить и тщательно промыть, замочить и отварить. По словам эксперта, употреблять в пищу без термической обработки можно только те грибы, которые относятся к безусловно съедобным. К ним относятся белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, шампиньоны, опята и лисички. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В рамках комплексного освоения поймы реки Сатис продолжается строительство нового микрорайона. Как продолжение уже благоустроенной Саровской ривьеры появилась еще одна набережная в таком же архитектурном решении. Нравится ли саровчанам новое место для прогулок и городских праздников? И стоит ли объединять обе набережные в единое пространство? Сейчас узнаем. Гуляю, кормлю уточек. Всегда сюда хожу, потому что место красивое. Все хорошо. Часто вообще здесь бываете? Ну, почти каждый день. И всегда рыбачите, да? Ну да, да, да. Нет, иногда прогуливаемся по уходным, а так в основном, да, рыбалка. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Комфортно, очень удобно. Да, мы часто выходим сюда гулять с ребятишками. И помладше у нас есть, и старший тоже ходит гулять. Нам очень нравится. Набережная хорошая, прекрасная. Нужно только достроить еще все. Начало. Конец будет, будет вообще прекрасно. Не хватает чего для этой набережной. Нужно речку привести в порядок. Вот тогда организовать лодочную станцию, все. Пляжи, сходы на речке должны быть. Это хорошее решение сделать набережную тут, потому что тут довольно спокойно, хорошо. Можно проехаться на велосипеде, прогуляться. Есть еще набережная Усаровской ривьеры на Музруково. Вот как вы считаете, стоит ли объединять эти обе набережные в единое какое-то пешеходное пространство? Будет ли это удобно? Ну, я считаю, это будет здорово, потому что можно будет пройти как раз из той части города сюда, не переходя какими-то путями сложными. Да, мне кажется, по отдельности лучше. Так хоть как-то в разных местах вроде как находишься. Будет намного удобнее велосипедистам особенно, потому что вот я хотел бы дальше проехать, а нет возможности. Я думаю, стоит объединить их, эти набережные. Посетители Центральной городской библиотеки имени Маяковского теперь обязательно проходят через сектор контроля. Дежурный сотрудник выясняет, для чего саровчанин пришел в учреждение и в какой отдел хочет попасть. Библиотекарь проверяет у посетителя наличие маски и перчаток. Для читателей открыто отдел обслуживания по абонементу, отделы краеведческой и духовно-нравственной литературы. Читальные залы, зал искусств и информационно-библиографический отдел пока временно с пользователями не работают. Но если возникнет какой-то запрос или какая-то необходимость, то на секторе контроля библиотекарь дежурный приглашает сотрудника из этого зала. И он спускается и уже выясняет, что нужно конкретному данному читателю и уже решаем вопрос, что дальше делать. Сдать книгу можно в любое время в часы работы библиотеки. Взять какое-либо издание получится только по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефону 994-08, либо отправить сообщение на электронную почту учреждения. Электронную почту абонемента можно найти на нашем сайте Библиом. Там у нас на сайте есть такая ссылочка «Продление онлайн». И там указана почта и нашей центральной городской библиотеки номера 4. И также указана электронная почта молодежного библиотечно-информационного центра, который находится на Московской 11. Это тоже наше структурное подразделение. То есть можно отправить по электронной почте запрос им. Одновременно в залах библиотеки могут находиться не более 4-х человек. Если вы вдруг оказались пятым, подождать своей очереди можно в фойе или у входа. Максимальное время нахождения в учреждении – 15-20 минут. Поэтому важно оповещать библиотекаря о визите заранее, чтобы к вашему приходу сотрудники успели подготовить необходимые здания. После каждого читателя книга отправляется на своеобразный карантин. В течение 7 дней она недоступна для других посетителей и хранится в отдельном помещении с соблюдением особого температурного режима. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Две персональные выставки картин три месяца ждали своих зрителей. Полотна развесили в зале буквально за несколько дней до закрытия художественной галереи на карантин. И пока сами живописцы не попросят их вернуть, они будут находиться в Сарове. Выставки заслуженного художника России Александра Афанасьевича Колотилова, нашего большого друга города, который часто к нам приезжает. Мы 10 лет уже с ним дружим. И это третья и самая большая, пожалуй, его персональная выставка в нашем городе. И вторая выставка расположилась на втором этаже. Это Нижегородский художник, член союза художников России Дмитрий Юрьевич Ганин. Художественная галерея начала работать с ограничениями. Двери открыты в будние дни с 10 часов до 6 часов вечера. Но приходить на экскурсию можно только небольшими группами. Если приехала семья, если вы вместе все живете, конечно, вы можете прийти, можете заказать экскурсию. Это нужно сделать по телефону. По телефону нашей кассы заявку примут, и мы вас будем ждать в назначенное время. Массовых мероприятий в художественной галерее пока проводить не будут. Показы фильмов и мастер-классы отменены. Как и во многих организациях, вся деятельность художественной галереи сосредоточена в социальных сетях. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Анжела Доронина будет участвовать в проекте «Нуклеокитс» уже шестой раз. В 2017 году девочка исполняла в нем главную роль. Для юной вокалистки это особенный проект. Несмотря на участие в «Голосе» и других крупных конкурсах и шоу, Анжела выделяет для себя «Нуклеокитс». Это безумно добрый проект. Там все дети между собой очень дружат. И даже после проекта мы все общаемся. И он очень многое дает. То есть, к примеру, если ты был певцом, то ты станешь еще и актером и танцором. Вместо живого кастинга отбор на «Нуклеокитс» в этом году проходил дистанционно. Участники отправили видеовизитку с записью танца, чтения, стихотворения и песни. «Нуклеокитс» Обычно «Нуклеокитс» – это репетиции с профессиональными педагогами на московской сцене, выступления перед публикой, гастроли по разным странам. В этом году проект впервые пройдет в онлайн-формате. Как это будет выглядеть, Анжела пока не знает. К репетициям исполнители приступят в июле. В этом году будет, скажем так, для всех детей непривычно, поскольку будет проходить дистанционно. И нам, на самом деле, самим интересно, каково это будет и будет ли оставаться та же самая атмосфера. Но безумно интересно попробовать. Пока что, на самом деле, нам ничего не говорят, поскольку работа начнется только с июля. Но все уже безумно ждут и безумно интересно, как это все будет происходить. Всего в проекте в этом году примут участие 70 детей из городов в присутствии атомной отрасли. Помимо Анжелы, в списке еще несколько исполнителей из Сарова. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Раз, боевая стойка. Два, блок прямой. Три, удар голень. Четыре, разворот, удар ребром. Этот ролик предназначен не для бойцов спецназа, а для мальчишек и девчонок онлайн-лагеря «Юнармей» звучит гордо. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Все, что может существовать дистанционно, ушло в онлайн. Новый формат лагеря для своих активистов предложила и «Юнармия». Онлайн-смена прошла с 1 по 5 июня в социальной сети ВКонтакте. От Сарова в ней участвовали несколько ребят из 5 и 10 школ. Каждое утро у нас начинались зарядки. Зарядки были очень интересные. Во-первых, их проводили олимпийские чемпионы. И это было очень энергично. Если честно, если бы не было этой онлайн-смены, я бы просто спала все утро, а так какой-то заряд бодрости все равно получала. Организаторы подготовили для ребят интересную и разноплановую программу. «Юнармейцы» учились готовить под руководством шеф-поваров ресторанов, отвечали на вопросы тестов викторин, а также познакомились с интересными местами на онлайн-экскурсиях. Задания давались утром. Выполненную работу нужно было сдать до 7 часов вечера. «Самое легкое, наверное, было готовить. Это было очень вкусно. Вот просто все, что мы приготовили, мы всей семьей съели. Это было, во-первых, весело и интересно, ну и быстро достаточно. А вот самое сложное, наверное, это было написать социальный проект». По результатам смены командир отряда «Барс» 5-й школы и член российского отряда юнармейцев Мария Головина вошла в тройку самых активных лидеров. Организаторами смены были также отмечены еще три саровчанки – Анастасия Павлова, Алина Малышева и Анжелика Баканова. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. За последние полгода семь саровчан лишились велосипедов. Лишь в одном случае транспорт удалось вернуть. Кто-то оставляет велосипед непристегнутым, кто-то бросает на лестничной площадке. Тем самым облегчает труд злоумышленников. Предотвратить кражу нетрудно. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. Если рама пристегнута к колесу, то злоумышленнику гораздо сложнее совершить и похитить, потому что надо определенное количество времени нести его. Велосипед, хоть они сейчас и облегченные формы, но все равно представляет определенную массу. Полицейские советуют пристегивать колесо и раму велосипеда противоугонным тросом к трубе или забору. Это по силам даже самым маленьким водителям двухколесного транспорта. Пятилетняя Мира ловко обращается со специальным устройством и не боится оставлять велосипед без присмотра. Лучше всего оставлять велосипед там, где есть камеры видеонаблюдения. Они отпугнут преступника, либо зафиксируют его в момент кражи. Если вы все-таки обнаружили пропажу, сразу обращайтесь в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов поймать преступника и вернуть имущество. При подаче заявления желательно иметь документы на велосипед и его фотографии. В конституции по эксплуатации, где указан серийный номер, который также указан на раме внизу, где педали, под педаль, если перейти велосипед, то можно счетливо увидеть серийный номер, заводской номер велосипеда. При расследовании часто выясняется, что владелец небрежно относился к своему транспорту и оставлял его где попало. Чтобы не стать жертвой воришек, ответственно подходить и к хранению велосипеда. Надежнее всего оставлять его в квартире, а не в подъездах. Уже два с половиной месяца футболисты Сарова живут без полноценных тренировок. Тренерский штаб разработал для игроков план дистанционных занятий для поддержания общей физической формы. Групповые тренировки по-прежнему запрещены, пока нет никакой ясности, когда футболисты смогут выйти на поле. Мы с футболистами поддерживаем плотную связь, то есть мы их контролируем, разговариваем с ними. Поэтому если в любой момент скажут начинать, мы будем собираться и тренироваться, и готовиться, и начинать турнир. Тяжело, но я думаю, что поправится в скором времени вся эта ситуация, и они вернутся, и будут заниматься. Решением исполкома РФС до 31 июля включительно запрещено проведение всех спортивных соревнований по футболу, и за исключением премьер-лиги. Она возобновляет турнир со следующей недели. Как будут проходить чемпионаты с 1 августа, тоже пока не до конца понятно. Ну вот, допустим, премьер-лига, которая начинается в следующей неделе, да, там говорят о том, что болельщиков будет ограничено количество, порядка 10% вместимости стадиона. По нашим турнирам пока вообще никакой прояснений никаких не давали. И, возможно, начнется турнир с отсутствием болельщиков на стадионе. Также, возможно, турнир будет короткий в один круг. Если играть каждый выходной, получится примерно 12-14 игр. Не исключено, что часть команд откажется от участия в таком усеченном состязании. Вынужденный простой может сказаться и на положение лидера в турнирной таблице и уровне чемпионата области. Если в состав Сарова входят игроки-любители, которые занимаются футболом в свободное от основной работы или учебы время, то есть в регионе и команды с профессиональными спортсменами, которые получают зарплаты в клубах. Руководители клубов, которые имеют футболистов на полном пенсионе, боятся, что они прекратят футбольную карьеру, уйдут в другие сферы деятельности и уровень чемпионата просядет. Вряд ли, что пока поменяется, если в этом году мы начнем чемпионат. Если чемпионата не будет, то ситуация будет совсем другая, конечно. То есть если она продлится до конца года или чемпионат будет только следующий в 2021 году, то это, возможно, поменяет расстановку сил. Пока же игрокам, тренерам и руководству футбольного клуба Саров остается только ждать новых послаблений и решений областного правительства. Полное интервью с Вячеславом Феоктистовым смотрите в новом выпуске программы «Дополнительное время» с 19 июня. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok